Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте посмотрим как будет называться новая линейка Nvidia. Взглянем на тесты инженерного образца Core i9-11900 и узнаем дальнейшее развитие процессоров Zen 3. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте зарегистрироваться в таверне, нажав на колокольчик и кнопку подписаться. И с вашего позволения я начну с красного лагеря, где грядет продолжение пятитысячной серии процессоров. На днях стало известно, что AMD уже работает над процессорами Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 семейства Vermeer. Однако эти процессоры будут предназначены для OM-партнеров, поэтому их нелегко будет встретить в свободной продаже. Хотя как показывает практика, OM-модели AMD зачастую быстро доходят до обычной розницы, пускай и в небольших объемах. Новый Ryzen 9 5900 получит те же 12 ядер, но с тепловым пакетом уже 65 Вт, а Ryzen 7 5800 будет иметь те же 8 ядер с таким же малым теплопакетом на 65 Вт. Тактовые частоты новинок пока не известны, но они будут ниже существующих версий с индексом X. Плюс ко всему, в планах AMD числится выпуск Ryzen 5 5600 с ценником около 220 долларов, но подробностей о нем пока не поступали. Также Insight утверждает, что AMD близка к началу поставок гибридных процессоров нового поколения Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G. Эти процессоры будут совмещать в себе Zen 3 и графику Vega, как и мобильные линейки Cezanne U и Cezanne H. А вот оптимизацию для процессоров AMD наконец-то добавили в Cyberpunk. Студия CD Projekt Red выпустила патч 1.05, в котором разработчики оптимизировали использование ядер и потоков для четырёхядерных и шестиядерных процессоров AMD Ryzen. Но они отметили, что все старшие процессоры остаются без изменений и ведут себя так, как задумано. А независимые тесты на портале OC3D подтвердили это обновление, протестировав игру в связке с видеокартой RTX 3070. Они взяли процессор Ryzen 9 3950X и путём отключения ядер провели тесты, по которым видно ощутимый прирост при использовании четырёх и шести ядер. Тем временем свежий Insight поведал о следующем поколении видеокарт Nvidia. Ранее предполагалось, что зелёный чипмейкер готовит линейку Hopper, но перед ней должна выйти линейка Lovelace. Она будет построена на 5-нм техпроцессе и получит название в честь женщины-математика Ады Lovelace. Кто станет производителем новых кристаллов пока не ясно, на что Samsung, что TSMC уже могут предложить 5 нм. Линейка новых видеокарт Nvidia должна появиться в 2021 или 2022 году и скорее всего станет ответом на RDNA 3 от компании AMD. А что касается линейки Hopper, то её Nvidia скорее всего подвинет на более поздний срок. Да и в целом неизвестно, будет ли она рассчитана на игровой сегмент, ведь мы уже знаем, что она будет сочетать в себе многокристальную компоновку и может быть рассчитана на сегмент тяжёлых вычислений. Также подчёркивается, что Ада Lovelace является одним из героев Nvidia, в число которых входит и Тьюринг и Hopper. А компания Asus решила, что необходимо и RTX 3070 наделить системой охлаждения с центробежным вентилятором. Соответствующая модель уже появилась на сайте с названием Turbo и будет предназначена для систем с малым пространством. А для фанатов аниме компания представила видеокарту RTX 3090 Gundam, которая будет выпущена в честь 40-летия популярного японского аниме. В её основе используется обычная Asus Rocks 3X RTX 3090, которая теперь доступна аж в трёх вариантах – оригинальном чёрном, белом и исполнении Gundam. К сожалению, видеокарта будет продаваться только на территории Азии, а одному участнику форума ChipHell уже удалось раздобыть RTX 3090 в этом исполнении. Он отмечает, что карта просто огроменная и занимает все три слота с длиной 320 мм. А рекомендуемая стоимость по Китаю составляет 2600 долларов, что намного больше прайса обычной Rockstrix. Тем временем в магазинах РФ и Украины появилась очень интересная система охлаждения Deepcool AS500, про которую я вам рассказывал в прошлых выпусках. Она имеет непрямой контакт с процессором через медную пластину, что неплохо скажется на температурах последних поколений AMD Ryzen. А заявленная рассеиваемая мощность через шесть теплотрубок составляет 220 Вт. Ссылочки на такую башню я оставил в описании. А уже через несколько недель корпорация Intel представит семейство 14 нм процессоров Rocket Lake S для массовой платформы LGA1200. А китайские энтузиасты уже сумели раздобыть инженерные образцы новых процессоров и поделились первыми тестами Core i9-11900. Замеры быстродействия проводились во встроенном бенчмарке утилиты CPU-Z. А протестированный экземпляр работал на частоте от 1,8 до 4,4 ГГц в динамическом разгоне. При этом частота турбобуста для всех ядер составила 3,8 ГГц. В качестве материнской платы выступала Z490 от компании MSI, а сам источник утверждает, что это именно процессор i9-11900. В однопоточном бенчмарке CPU-Z инженерный образец набрал 582 балла, а при использовании всех 16 потоков 5262. Для сравнения показатели нынешнего Core i7-10700K составляют 568 и 5625 баллов. По этим результатам можно сделать вывод, что Intel не преувеличивало, говоря о двузначном росте числа инструкций за такт. Но хватит ли этого для эффективной конкуренции с решениями Zen 3 покажут независимые обзоры процессоров Rocket Lake S. А мода на карманы для жестких дисков подходит к концу, ведь компания Silverstone анонсировала корпус MS12, позволяющий создать портативный SSD на основе модуля формата M.2. Новинка рассчитана на установку изделий M.2 NVMe с интерфейсом PCI Express 3.0. Для установки можно будет использовать модули типа размера 2242, 2260 и 2280. А созданный таким образом внешний накопитель будет использовать для обмена данными интерфейс USB 3.2 Type-C, обеспечивающий пропускную способность до 20 Гбит в секунду. Сам корпус новинки выполнен из алюминиевого сплава и выполняет функцию радиатора при помощи термопрокладок, которые кстати идут в комплекте. Тем временем компания Gigabyte поделилась информацией про новые ноутбуки, которые будут представлены на CES 2021. Новинками станут модели G5, G7 и A7, которые получат мобильную видеокарту RTX 3060. Модель G5 получит дисплей на 15 дюймов с частотой обновления 240 Гц при Full HD и сможет предложить процессор i7-10870H или Core i5-10500H. Модель G7 будет уже на 17-дюймовом экране с частотой 144 Гц и на процессоре i7-10870H. А модель i7 станет первым ноутбуком Gigabyte с процессором AMD Ryzen 5800H. По дизайну он идентичен ноутбуку G7, но будет представлять процессор красных. А в Казахстане происходят удивительные вещи. На днях стало известно, что Apple вместе с Google, Microsoft и Mozilla заблокировали в своих браузерах работу HTTPS сертификата, который используется правительством Казахстана для перехвата интернет-трафика в столице страны. Из-за этого пользователи могут потерять доступ к некоторым зарубежным сервисам. А компании идут на такой шаг уже во второй раз и ранее они блокировали такой же сертификат в августе 2019 года. Официальной версией которой поделились казахстанские чиновники является проведение учений по кибербезопасности для госучреждений, телекоммуникационных компаний и юридических лиц. Однако эксперты утверждают, что такие HTTPS сертификаты для защиты от кибератак не эффективны. А онлайн магазин Epic Games Store пообещал подарить пользователям 15 игр на новогодние праздники, списком которых поделился один инсайдер. Каждая игра будет становиться бесплатной всего на одни сутки, после чего будет доступна другая игра. Например, вчера раздавалась Defense Grid, а сегодня раздается Alien Isolation. Если верить этому списку, то сегодня вечером раздача сменится на Metro 2033, а завтра на Tropica 5. В общем, кого интересуют игры из этого списка, можете поглядывать в Epic Store и забирать их бесплатно. Ну а если вам понравился ролик то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.